Приветствую вас в программе Постфактум. Мы на телеканале Обнинск ТВ. С вами Дмитрий Глухов. Вновь вспоминаем интересные события уходящей недели. Начинаем. Снова вопрос о миграции. Калужская область выходит из программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Почистили одни, отчитались другие. Жители Маркса-79 о своих высоких отношениях с управляющей компанией. Дальше будем действовать, потому что не только со снегом у нас проблемы. У нас проблемы очень много в доме. В Малой Ярославце обсудили, как сделать железнодорожный вокзал безопаснее. Очень непонятно нам, почему администрация встала на сторону нарушителей. Возможно ли ограничить сквозной проезд через двор Ленина 44? Как предлагают поступить собственники? Сквер имени Городецкого. В библиотеке старого города мечтают о благоустроенной территории вокруг здания. В пятницу Владислав Шапша сообщил, Калужская область выходит из программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. 11 февраля глава региона подписал соответствующее постановление. Это ограничит возможность получить гражданство в упрощенном порядке для уроженцев Средней Азии. Также приняли решение ввести запрет на привлечение иностранцев по патентам в следующих областях экономики – торговля, пассажирские перевозки, кадровые агентства и общепит. У работодателей будет три месяца на урегулирование этого вопроса с сотрудниками, написал глава региона. Утром того же дня Владислав Шапша посетил многофункциональный миграционный центр в Боровском районе. Там, пообщавшись с первым попавшимся гостем с юга, руководитель области выяснил – собеседник вообще не понимал, что я у него спрашиваю. При этом сертификат о знании великого и могучего на руках был. Принял решение с сегодняшнего дня все документы от мигрантов, которые по факту не знают нашего языка, но предоставляют липовые сертификаты, будут направляться миграционным центром в органы внутренних дел для проверки, сообщил Владислав Шапша. Недавний конфликт малоярославчанина с представителями цыганского этмоса, произошедшие на железнодорожном вокзале, показал, что сразу несколько проблем в этой точке малоярославца давно требуют решения. Разные сомнительные личности нередко появляются в здании, попрошайничают, хамят, могут и руки распустить, а навести порядок некому. Опорный пункт полиции давно закрыт, сотрудники поблизости не находятся. В среду в администрации малоярославецкого района обсудили, как обезопасить эту территорию. Отрывок из того самого видео, которое и запустило цепочку событий, приведших к заседанию с участием городских и районных властей, прокуратуры, полиции, начальника станции, представителей районного отдела образования. Вячеслав Парфенов отмечает, вокзал – стратегический объект, это городские ворота. Никакого хулиганства не должно быть, и не должны мы превратить, конечно, город воинской славы в разночтение между различными диаспорами. Здесь, конечно, мы со всеми должны вести себя конструктивно, руку на пульсе держать и сделать так. Но мы живем в стране России, у нас есть свои законы, свои нормативно-правовые акты, и надо, конечно же, их соблюдать. Вот те иной раз безобразия, которые происходят, мы должны как органы местного управления, как руководители структурных подразделений надзорных органов пресекать. Исполняющий обязанности начальника Калужского линейного отдела МВД на транспорте Денис Петренко сообщил, уже сейчас на вокзале по будням с 9 до 18 часов дежурит полицейский. На 2023 год запланирован капитальный ремонт здания и обновление системы видеонаблюдения внутри и по периметру. В ближайшее время своими силами отыщут и установят несколько камер в качестве временного варианта. Вокзал закрывается в 3 часа, в период с 18 вечера до 3 ночи и в выходные. Здание тоже должно быть обеспечено охраной, считает Вячеслав Парфенов. Представитель транспортной полиции говорит, что ближе к началу марта вопрос снимут, заступит на дежурство ЧОП. С видеонаблюдением, не дожидаясь 2023 года, готовы помочь местные власти. Вот дайте нам точки доступа именно на нашей территории, где вы видите вот эти своеобразные такие, да, закоулки, да, где нужно установить видеокамеры, видеонаблюдение. Мы там установим. Это касается привокзальной площади, там где-то сбоку, где наша территория, да, Михаил Александрович? Мы найдем эти деньги, я выделю их с районного бюджета. На этот год у нас запланировано 600 тысяч рублей, то есть это установка также в сквере 812 года камер и череда камер, порядка семи камер, это привокзальная площадь, которая начинается от улицы Гагарина и заканчивается улицей 17-го дивизии. Вторая половина заседания касалась непосредственно инцидента, запечатленного на видео. В первую очередь беспокоит, что несовершеннолетние участвуют в попрошайничестве из клоках, говорит Вячеслав Парфенов. Некоторые из таких ребят уходят на семейное обучение, кто-то просто не посещает школу. Заведующая отделом образования Юлия Медова говорит, в цыганском поселке не предоставили списки детей, которые не обучаются в образовательных учреждениях. С лидером этой общины проговорим, что дети должны учиться в школах. Если они багаж, знания никакой не получают, поэтому они ничего не знают, они на работу не могут устроиться, конечно, куда им идти? Им не только идти воровать, извиняюсь за выражение, потому что другого не дано, но мы должны это организовать, Юлия Викторовна с вами. Комиссия по делам несовершеннолетних должна жестко отслеживать все эти вот моменты. Детишки-цыгане учатся в основном в школе номер 3 в микрорайоне за железной дорогой. Таких 80, приводит цифру директора Елена Комарова. Посещают практически все, но это только благодаря усиленной работе профильного отдела и педагогического коллектива. Раньше цифра посещающих была гораздо скромнее. В школе все условия созданы, но удержать трудно. Классные руководители ездят, наверное, раз в две недели. Я сама раз в месяц и вот так по семьям ходим. Во-первых, очень трудно ориентироваться на цыганский поселок. Находим сами и говорим о том, что это необходимо, что это надо, но образование на первом месте у жителей цыганского поселка несколько. Вячеслав Парфенов считает, что нужно тщательнее отслеживать ситуацию вокруг обучения цыганских детей в школах. Это и выплат касается и посещаемости. Если мы переводим на семейное обучение, на семейное обучение переводим, тогда надо проверять постоянно проживание и эти жилищные условия проверять. Смотреть. А вообще, или занимаются там дети, раз пришел, два там, а если их там нету, раз, два, три с комиссией и как-то там. Нет, тогда лишать родительских прав там. Я не знаю, это уже, конечно, крайняя мера, не хотелось бы. Но это будет последнее. Лучше мы лишим родительских прав, ребенка отправим там учиться принудительно, но потом он не пойдет в тюрьму, понимаете. Не украдет, не убьет, не дай бог, и все остальное. Глава администрации района сказал, что с лидером цыганской общины Малой Рославца еще проведут отдельную встречу. Что же касается безопасности, участники совещания надеются, что наличие охраны и видеонаблюдения помогут навести порядок в районе железнодорожного вокзала и в самом здании. Дмитрий Глухов, Максим Сечко, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ, Малый Рославец. 7 февраля в Обнинске в канун Дня науки глава региона Владислав Шапша и глава администрации города Обнинска Татьяна Леонова вручили ученым и работникам научных учреждений почетные грамоты и благодарности губернатора. Поздравляя собравшихся с профессиональным праздником, Владислав Шапша в частности сказал. Мы очень гордимся результатами работы наших ученых. Наука всегда была драйвером экономики, основой развития культуры, гуманитарного развития и то, что Обнинск по праву носит гордое звание первого наукограда России, говорит о большом внимании к развитию науки в нашем замечательном и любимом Обнинске. Вас еще раз поздравляю с замечательным профессиональным праздником. Рад буду вручить вам сегодня награды, знак признания ваших выдающихся заслуг перед государством в развитии науки. Награды получили представители ведущих научно-исследовательских институтов ГНЦ РФ, физико-энергетический институт имени Липунского, филиала национального исследовательского ядерного университета МИФИ, Всероссийского научно-исследовательского института радиологии и агроэкологии, научно-исследовательского физико-химического института имени Карпова и других. На фоне постоянных разговоров о качестве уборки снега и недовольства многих горожан качеством этой уборки, особенно интересно будет смотреться следующий материал. Жители дома номер 79 по проспекту Маркса рассказали, что их управляющая организация за зиму ни разу не произвела снегоуборочные работы. 9 февраля активными жителями многоэтажки была организована своими силами работа по наведению порядка за свой счет. Но, как все понимают, это только часть истории. Проблема у нас была такая, что в течение всей зимы у нас не прижал пик, не реагировал на наши просьбы и пожелания по уборке снега. Мы решили своим домом собраться все вместе, сбросить деньги за свой счет личный, нанять вот этого чудо-трактора и вычесть и убрать снег. Управляющая организация, обслуживающая дом номер 79 по проспекту Маркса, давно прославилась среди обнинцев как недобросовестная. Жалобы от жителей на данную компанию поступают регулярно. Когда наступил период обильных снегопадов, то конкретных работ по уборке снежных завалов от своей УК жильцы многоквартирного дома так и не дождались. Терпение закончилось в феврале. После многочисленных просьб и жалоб, которые не возымели действий, активные жители сами собрали деньги на организацию уборки снега за свой счет. Это у нас первая единственная зима, которой просто у нас не убирали снег. У нас каждый год убирали, а в этом году перестали убирать вообще. Жители нашего 79 марка 79 провели активно. Достаточно ребята все подключились. За определенное количество дней мы собрали деньги. И дальше будем действовать, потому что не только со снегом у нас проблемы. У нас проблемы очень много в доме, те, которые по ремонту дома. На уборку снега жители дома потратили 19 тысяч рублей. Трактор убирал дворовую территорию на протяжении всего дня, очищая проезжую часть от снега и наледи. После этого по какой-то непонятной для обнинцев причине управляющая компания Пиккомфорт решила присвоить коммунальные заслуги другой организации себе, отрапортовав жителям на портале госуслуг о якобы проведенных ими работах по уборке снега. Журналисты телекомпании обратились за комментариями к заместителю главы администрации по вопросам городского хозяйства Игорю Раудуве. Зам главы по коммуналке отмечает, что даже несмотря на регулярные рейды, по оценке уборки дворовых территорий со стороны администрации, к активным снегоуборочным работам УК не спешит приступать. К сожалению, это мало помогает, поскольку у них нет ни техники, ни людей, отмечает Игорь Раудуве в беседе с журналистами. Но порой и штрафы мало влияют на то, чтобы УК начала добросовестно исполнять свои прямые обязанности. Стоит отметить, что управляющая организация «Пиккомфорт» сегодня находится на контроле не только у городской администрации, но и государственная жилищная инспекция следит за исполнением ее прямых обязанностей. Однако вопрос о том, как скоро начнут специалисты и работники УК выполнять свои обязательства, остается открытым, а жители уже намерены сменить управляющую компанию на другую. В телекомпанию обратились жители 44-го дома по проспекту Ленина с просьбой придать огласке проблему, которая в их дворе не решается уже много лет. Речь о сквозном проезде автотранспорта к тоннелю южного въезда в часы пик утром и вечером. Срезают машины через дворы, не считаясь с пешеходами. Тоннель на выезд в этой части города узок и двигаться в оба направления возможности нет. Когда все едут на работу и с работы, нередко образуется пробка. Чтобы не простаивать, водители сворачивают около 44-го дома, проезжают через дворы и выруливают на улицу Комсомольскую. А там уже есть преимущество – знак «главная дорога» и можно быстрее попасть в туннель. Мы, как жильцы, просто боимся выйти из своего подъезда. Я, например, многодетный отец, у меня трое маленьких детей и я просто боюсь их выпустить из подъезда, потому что машины просто несутся, даже пипикают пешеходам, не останавливаются, то есть совершенно не понимают, что они нарушают и создают проблему. Также у нас во дворе нет тротуаров, у нас есть только проезжая часть и согласно тем же правилам дорожного движения пешеходы имеют приоритет на проезжей части внутри дворовых территорий. Но мы просто вынуждены прыгать на газоны, прячась от лихачей, которые едут по нашему двору. В летний период времени тут вообще женщины с колясками и с маленькими детьми не могут двигаться по тротуару из-за того, что сильное движение. Учитывая, что даже самые элементарные моменты, когда нельзя выпустить ребенка на улицу одного, потому что опасаешься за его здоровье и безопасность. Участились моменты, когда эта кавалькада движется, на встрече двигается автомобиль, начинается ругань, мат, чуть ли не доходит до рукоприкладства. Алексей Мартынов считает, на въезде около 44 дома необходим знак 3.2, движение запрещено. Спецтехника, экстренные службы смогут проезжать, а вот лихих водителей, возможно, отвадят. Другой вариант – установка шлагбаума с кнопкой около Ленина 44, не доходя первого подъезда. При этом возможность проехать на придомовую территорию останется с улицы Комсомольской. Жители писали письма в администрацию, обращались к депутатам, в МЧС и в полицию. Городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения принято решение о нецелесообразности перекрытия сквозного проезда через двор дома номер 44 по проспекту Ленина, ввиду отсутствия законных оснований для ограничения движения. Такой ответ проживающих в 44 доме не устраивает. К сожалению, наши власти начинают видеть проблему только тогда, когда случается какая-то катастрофа, и мы очень не хотели бы до этого доводить, потому что особенно летом, когда зелень во дворе, у нас у каждого двора объемные кусты, и из-за кустов просто даже не видно, кто выходит. И мы просим не доводить до беды. Очень непонятно нам, почему администрация встала на сторону нарушителей и не хочет услышать нас, жильцов, и помочь просто обезопасить нас и наших детей от сквозного проезда. По словам Дмитрия Заеленкова, депутата от этого округа, к нему то и дело обращаются по этой проблеме, и у народного избранника есть предложение, как помочь. Я пытаюсь проговорить другой вариант, чтобы обеспечить одностороннее движение в этом дворе с возможностью въезда только со стороны выезда из подземного переезда, чтобы со стороны администрации при въезде во двор поворот налево был под кирпичом. Впрочем, в администрации считают такую меру не очень действенной, кто станет контролировать соблюдение правил. От председателя Старогородского ТОС поступала информация, что рассматривается создание нескольких искусственных неровностей во дворе, чтобы хотя бы скорость снизить. И в официальном ответе жителям лежачие полицейские тоже упоминаются, но это только Ленина 44, а срезалы, как их называют жители, мчат мимо еще двух домов. Да и к тому же замглавы администрации по коммунальным вопросам отмечает, не все жители позитивно восприняли новость про лежаки, часть высказалась против. Сотрудники управления городского хозяйства ранее говорили о планах по строительству тротуара вдоль домов. Правда, возникают вопросы, смогут ли управляющие организации обеспечивать должную очистку этой дороги жизни по зиме. Насколько это безопасно, ведь пешеходная тропинка проляжет ближе к зданиям, и глыбы льда окажутся аккурат над головами пешеходов. Вот что говорит по ограничению сквозного проезда Игорь Раудуви. Жители, чтобы было две заездки, по этому поводу одни просили сделать. Вообще закрыть этот проезд, что невозможно, потому что должна произойти техника. Также и пожарная, и скорая, и все. Можно туда ограничить скорость лежачих полицейских. Полусферы ставить вообще на дороге, запрещено правило дородвижения. То есть машины-то как будут проезжать, если будут ставить полусферы. Нельзя закрывать дорогу полусферы, где ездят машины-регковые. Это все равно двор. Как мы закроем двор. Там три дома, где-то четыре вдоль, и как ездить получается. Создадим еще большую проблему, пробку создадим. Игорь Раудуви уверен, что реконструкция тоннеля снимет напряженность. Только вот история тянется больше десяти лет, и людям не первый раз говорят, вот южный въезд реконструируется, и тогда заживем. Выражение, когда южный въезд реконструируется, можно сравнить с фразеологизмом, когда рак на горе свистнет. Наверное, администрации необходимо все-таки предпринять что-то действенное, чтобы помочь людям. Дмитрий Глухов, Кристина Забошко, Евгений Соколов, Обнинск ТВ. И вновь поговорим о библиотеке старого города. Как известно, в серьезном ремонте нуждается здание. Помимо этого, необходимо приводить в порядок прилегающую территорию. У заведующей есть идея о создании сквера имени поэта Сергея Городецкого около здания. Потомки Городецкого узнали о том, что он жил в Обнинске, а Обнинск узнал о том, что знакомые по фамилии Городецкого есть родственники именно Сергея Городецкого, который жил в Обнинске. И вот так вот все сложилось вместе, и мы пригласили их сюда в библиотеку, и на встрече возник в воздухе вопрос – имя, фамилия Городецкого слышим, а нигде он не увековечен. Почему нет? Сергей Митрофанович Городецкий – русский поэт Серебряного века. В нынешнее время это имя знакомо не каждому, но жители Первого наукограда, а стихотворцы знают. Свои последние 20 лет жизни Сергей Городецкий провел именно в Обнинске. К слову, жил поэт в Буграх, во Флигеле. Бок-обок с Петром Кончаловским. Так как мы в мыслях это было, витало, витало, витало и внутри библиотеки, и снаружи библиотеки, и вот такое пришло понимание, что надо это сделать сквером. Сквер, где люди будут гулять, ходить, отдыхать, проводить мероприятия библиотечные, что мы и делаем, и привести заодно в порядок территорию вокруг библиотеки, территорию старого города. Это всё вот так вот срослось, сложилось, и ещё, честно вам признаюсь, у меня такая крамольная мысль была, и что заодно при сквере фасад библиотеки будет отреставрирован. Заведующая Старогородской библиотекой отметила, что даже проводила опрос в социальных сетях об актуальности создания такого места отдыха, как сквер имени Сергея Городецкого. Оказалось, что немало положительных отзывов было получено в ответ. Многим инициатива пришлась по душе. В наших планах, ну, конечно, освещение, чтобы это было красиво, чтобы это было в стиле, ну, естественно, единого старого города, чтобы были красивые дорожки, тротуарчики, чтобы можно было по ним ходить, и с колясочкой пройти, и пешком пройти, и с палочкой пожилому человеку, чтобы были лавочки, где взяли книги, журналы, посидели, почитали. Вот мы устраиваем летом летний читальный зал на природе под яблоньками, под липками. Мы каждый день выносим стульчики, столики, и каждый день их убираем. Вот если было какое-то красивое место или беседка, читальня летняя, как раньше было в 50-х годах, почему не сделать? Замечательно. Еще одна задумка, которой поделилась заведующая библиотекой Старый город, это создание аллеи пионов Городецкого. Сейчас планируется такой проект, туристический код города. И мы хотим, мы уже ввязались в него, мы хотим сделать этот проект совместно с Агентством городского развития, подать заявочку, чем черт не шутит, а вдруг мы победим. Тогда выделят определенную сумму денег на развитие. Уже мы собирались, я вошла в эту группу среди людей, заинтересованных, вот нас три депутата в этой группе. И мы уже наметили план, мы наметили схему, где будет проходить маршрут этого туристического кода города. К слову, Елене Цевцевадзе во время встречи с журналистами поступил телефонный звонок. Оказывается, уже есть ландшафтный дизайнер, который готов приступить к разработке проекта «Сквера». Кристина Забожко, Дмитрий Глухов, Обнинск ТВ. С 4 по 6 февраля в Обнинске прошло первенство России по универсальному бою среди детей 6-11 лет. Первый «Наукоград» принял более 200 юных спортсменов со всей страны. В Обнинске сегодня созданы все условия для развития различных видов боевых искусств. По мнению организаторов состязаний, первенство открывает серьезные перспективы для «Наукограда». И юные борцы Калужской области являются одними из лучших в стране. Участников соревнований поприветствовали почетные гости мероприятия, в числе которых заместитель главы администрации по социальным вопросам Татьяна Попова. Вот сегодня здесь стоят перед нами такие малыши. Вот сегодня не малыши, а очень скоро вы станете те, кто достигнет лучших результатов единоборства. Я вам желаю всем, чтобы цель у вас была, и вы имели все возможности для того, чтобы эту цель достигнуть. Хороших всем сегодня спортивных успехов, хорошей борьбы и хорошего настроения. Обнинск – город спортивный. У нас хорошие результаты в различных дисциплинах и направлениях, ведь наличие пяти школ Олимпийского резерва говорит о многом. Универсальный бой – сравнительно молодой вид спорта, основанный в 1996 году сотрудниками российских спецслужб. Он отличается от обычных единоборств, и им занимаются не только парни. Воспитанники местного клуба «Единоборств Лукас» показывают прекрасные результаты на престижных соревнованиях различных уровней. В этот раз ребята тоже проявили себя наилучшим образом. Организаторы оказали гостеприимство, чтобы у юных спортсменов из 16 регионов страны остались приятные впечатления от состязаний и от нашего города. Большое спасибо, что вы нашли время, главные средства в такое тяжелое время, приехать к нам. Мы постарались вам восселить новый ковер, который это приобрел, сделать недорогую гостиницу, комфортную, чтобы это было недалеко от сала, чтобы идти вам 10 минут. И на следующем соревновании, как сказал Андрей Петрович, 16 регионов, у нас не приехал только дальний восторг и северо-корбасский федеральный округ. Более 250 спортсменов со всех уголков страны постарались показать свои лучшие навыки и качества, физическую закалку, разносторонние умения и силу духа. Самые сильные, стойкие и быстрые мальчики и девочки по итогам всероссийских соревнований по универсальному бою получили свои заслуженные награды, внимание и всеобщее уважение. Это была программа «Постфактум» на канале Обнинск ТВ. Увидимся с вами на следующей неделе. До встречи!